Воспитанники Центра адаптивной физической культуры «Спартанец» в этом году добились больших успехов в спорте. Из недавних достижений серебро чемпионат России по бочи. Также второе место на национальном чемпионате по стрельбе из лука занял Виктор Глазков, который с недавних пор выступает за Щелковскую спортивную школу. В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральная с воспитанниками Центра, их тренерами и руководителями спортивных учреждений встретился депутат Госдумы, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. Он отметил, что такие центры, как «Спартанец», дают возможность сделать спорт доступным для всех, а также способствуют развитию паралимпийского движения в стране. Важно, чтобы человек с инвалидностью занимался спортом, чтобы спорт был массовый, чтобы была возможность заниматься спортом, потому что на самом деле спорт для людей с инвалидностью является очень сильным реабилитирующим фактором, который помогает каждого человека интегрировать в общество, потому что спорт меняет не только окружающую среду с точки зрения физической доступности, не только самого человека с точки зрения его активности, но меняет отношение общества. Мы работаем, понимаете, от нашей работы и будут результаты. Мы все делаем для того, чтобы у нас работали серьезные тренеры, интересные, увлеченные. А я считаю, что сегодня тренировка по футболу, по боче, по стрельбе из лука – это просто фанатики до корней. Всего же в центре «Спартанец» занимается более 200 человек. Занятия проходят по различным видам спорта. Михаил Терентьев и сам попробовал себя в дисциплинах, в которых воспитанники центра «Спартанец» добились больших успехов – стрельбе из лука, а также бочи. Он осмотрел и территорию физкультурно-оздоровительного комплекса, а также побывал на тренировке футболистов. Дисциплину футбол ЦП развивают в центре порядка трех лет, и сегодня ребята готовятся к участию в турнире, который состоится в Екатеринбурге. Сделать спорт доступным для каждого, привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям – важная задача. Но насколько физическая культура будет доступной, зависит от создания безбарьерной среды. На эту тему Михаил Терентьев пообщался с щелковцами, узнал, какие вопросы их волнуют сегодня, а также рассказал о законодательных инициативах. Обратная связь помогает выстроить приоритеты в своей работе, посмотреть, чего не хватает в том или ином муниципалитете, и потом уже думать о том, какие могут быть системные решения, чтобы в будущем изменить ситуацию. Наиболее обсуждаемыми стали темы доступности транспорта, как автобусов, так и электричек. Кроме того, серьезным остается вопрос парковки для инвалидов. По словам депутата, в скором времени у людей с ограниченными возможностями здоровья появится возможность получить личное машиноместо у многоквартирного дома. Продолжение следует... Продолжение следует...